Добрый день, дорогие друзья! Мы рады, когда у нас в гостях бывают молодые литераторы. И сегодня мы предоставляем слово Алине Осокиной. Алина Осокина – молодой прозаик, лауреат премии «Первая роса», лауреат белорусско-российского конкурса «Мост дружбы». А также хочется поздравить Алину Осокину с тем, что совсем недавно она принята в члены Союза писателей России. Итак, слово Алине Осокиной. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Алина Осокина. Я родилась в Ульяновске. В моей семье не было ни профессиональных литераторов, ни редакторов, ни филологов. То есть вся моя семья – это инженеры. Но так получилось, что все у меня любили читать. И у родителей моя большая библиотека, и у дедушки моего большая библиотека. И вот, видимо, когда много читаешь книг, и хочется что-то самому сказать, что-то самому написать. И вот так я начала заниматься литературой. То есть мне было 8 или 9 лет, когда я написала первое свое стихотворение. Было одно стихотворение, потом появилось другое стихотворение. И вот так вот начались сказки какие-то, рассказы небольшие. И вот так я начала заниматься литературой. Но постепенно, конечно, стихи я перестала писать. Это прошло где-то лет 18 мне было, когда я это закончила делать. И страдающилась полностью на прозе. Сейчас я пишу только прозу, и выходит, что это получается у меня не так уж и плохо. Когда я была подростком, когда юность моя происходила, мне всегда хотелось найти каких-то людей, которые бы дали мне профессиональную оценку, которые бы могли мне что-то подсказать, могли бы как-то ценить мои работы. Но вот, к сожалению, в Ульянске таких людей не нашла. Много, может быть, это моя вина, что-то не случилось там встретиться. Это произошло намного позже. То есть, когда мне было 22 года, я участвовала в областном литературном конкурсе «Первая роса». И вот этот конкурс, он стал переломным во многом, потому что вот я себе сдала такую цель, что вот если я смогу что-то занять в этом конкурсе, какую-то награду получить, то, значит, есть во мне какие-то способности, и нужно заниматься литературой дальше. А если я не смогу в этом конкурсе, даже на областном уровне ничего показать, наверное, мне заниматься литературой не стоит. И в этом конкурсе, естественно, я заняла второе место в своей возрастной категории, чем была очень рада. Это был такой вот старт для меня в литературе. И на этом конкурсе я познакомилась с только Георгой Нейшипак, с Александром Дмитриевичем Лайковым, и все те люди, которые потом вот оказали мне поддержку и помощь в моем становлении как писателя. И после этой первой расы, после этого конкурса меня впервые публиковали в журнале «Симбирск». То есть это был рассказ ностальгии. Конечно же, сейчас он мне кажется таким очень простым, очень наивным, но вот в то время как раз я думала, что вот это самое лучшее, то, что я написала, какой-то шаг вперед сделала. И, конечно, первая публикация в журнале, в печатном журнале, это был очень большой шаг для меня. Этот год – год памяти и славы, как вы все знаете, и очень много конкурсов проводил тематических, посвященных Великой Войне, и многим литераторам хотелось высказаться на эту тему. И вот возникает всегда вопрос, а как, вот, что может сказать человек, который не был на войне, который об этой войне только знает из фильмов, из книг, из рассказов, может быть, своих дедушек, прадедушек. И вот, как мне кажется, что может сказать молодой литератор? Нужно говорить о связи поколений, о том, вот, почему для нас, для молодого поколения эта война важна. То есть, что происходит с ветеранами, которые дожили до наших дней. И мне вот пришел в голову такой рассказ, он называется «Нежность». Как раз говорится о ветеране, то есть о его судьбе и об отношении общества к ветерану, о разном отношении в обществе к ветеранам. Я бы хотела сейчас его прочитать. Он вышел в журнале «Семьецк» в третьем номере. Рассказ «Нежность» называется. Жил в нашем подъезде ветеран дядя Боря. Был он маленьким, седым и горбатым. Его вечно прищуренные глаза сверкали какой-то хитринкой, как будто знал он что-то такое, чего другим знать было не положено. Всю жизнь дядя Боря проработал на нашей текстильной фабрике. Хотел, ребята, стать моряком, а стал трепишником. Часто говорил он нам, соседний поморядский доставал портсигар и закуривал приму. В начале 90-х фабрика наша задышала на ладан. Дядя Боря ушел на пенсию. Пенсионером он был вполне обычным, можно рассказать, образцовым. Рассказывал кроссворды, летом копался в огородике за домом, зимой рыбачил на заливе, иногда сканалил с ЖЭКом и местными бабушками. Жил дядя Боря один. Жену свою он давно похоронил, а сын его уехал в Прибалтику и навещал старика раз в год, а то и реже. Зато друзей дядя Боря был полгорода, если не больше. А все потому, что была у него зеленая, как майская трава, гармошка. Дядя Боря называл ее трофейной, хотя была эта самая обычная наша советская рябинушка. Садорный гармонист, как и хороший домодавец, оценился у нас на меньше драгоценного металла. Почти каждые выходные дядя Боря играл на свадьбах или юбилеях. Деньги за работу никогда не брал. Говорил, что грех талант продавать. Зато выпивал и закусывал с большой охотой. А летними вечерами, когда солнце медленно угасало, дядя Боря выходил на улицу с гармошкой. И мы всем твором распевали песни по дяде Борьому аккомпанементу. Однажды, накануне 9 мая, в нашей школе решили организовать концерт. Пригласили ветеранов, в том числе дядю Борю. Все ветераны пришли, что называется, при параде, начищенными орденами и медалями. Дядя Боря явился в своем мгновенном золотом пиджачишке, то еще вместо медалей приволок гармошку. Наш хорн в том концерте, едва впадая в ноты, пел, раскачиваясь со стороны стороны, на их дороге. Большинство мальчишек обычно только открывали рты, активно артикулируя, чтобы никто не подумал, что они забыли текст песни. Ветераны терпеливо улыбались, слушая нас, и в конце даже аплодировали. Больше всех, конечно, и был в ладоши дядя Боря. Он едва мог усидеть в кресле. Казалось, что прямо сейчас он выскочит на сцену, как запоет, а заиграет вместе с нами. Но с нашим завучем Наталья Павловна такие шутки были немыслимы. У нее все должно было идти по строгому сценарию. Сначала номера художественной самодеятельности, потом цветы гостям. В завершении концерта Наталья Павловна пригласила ветеранов на сцену для ответного слова. Те рубко сжимали гвоздики и отказывались выходить. Одного дядю Боря не нужно было уговаривать. Он мигом взлетел на сцену вместе с гармошкой и, поворачиваясь, только от зала, то Наталья Павловна бегло заговорил. Спасибо большое, что не забываете, что пригласили. И вам спасибо, он кинул в сторону завуча. И вам, ребятишки, конечно. И вам спасибо, Борис Иванович, что нашли время прийти, ответила Наталья Павловна. Вы бы рассказали нам о своей фронтовой юности. Да что тут рассказывать? Давно это было? Я уже не помню почти ничего. Простодушно сказал дед старик, почесывая ухо. Ну как же, я ступала завуч. Мы очень хотим послушать о ваших боевых подвигах. Правда, ребята? Она обратилась к залу, который только и ждал, когда все закончится, и можно будет убежать на улицу. Никаких подвигов наши ребята слушать уже не хотели, да и слышали сто раз. Дядя Боря обвел взглядом уйдящий зал и совершенно серьезно сказал. Какие там подвиги? Ребята не знали войны, да и бог никогда не узнают. Давайте я лучше сыграю. Песня есть такая известная. Нежность называется. Старик надел ремни на плечи и заиграл. Постепенно все успокоились. Те, кто знал слова, даже начали подпевать. Только Нандалья Павловна растерянно извергалась кругом. Ведь все пошло не по плану. Дядя Боря вдруг стал кем-то другим. Хитринг из его глаз исчез, уступив в место мрачной задумчивости. Не было прежнего задорного кармониста, который лихо играл на всех праздниках. А был старик. С своими тайнами и печалями. В конце 90-х эти Боря убили. Говорили, что у ветеранов пенсия большая. Вот Валерка наркоман с второго этажа и повелся. Что же между ними произошло, одна милиция знает. Только вечером соседи обнаружили старика в его квартире с проломленной головой. Валерку быстро взяли вместе с награбленным. Всего награбленного оказалось пара смятых струблевок. Часы с торценной надписью от фабрики до пробитой пули и медали. Много лет прошло с тех пор. В эти Боряной квартире давно поселились новые жильцы. Да и мало кто в нашем дворе знал старика. Когда я слышу по радио песню «Нежность», то всегда вспоминаю Людю Борю и его зеленую гармошку. Я только одного никогда не могу понять. Что за незатихающую боль принес он с войны, что приглушить ее могла только нежность. Есть такая организация «Союз писателей России». Я думаю, многие о нем знают. То есть этот союз, который был организован еще горьким, и который много-много лет уже существует, и объединяет писателей по всей стране. И получилось так, что за очень много лет не принимали никого из молодежи в «Союз писателей России». То есть там доля молодежи до 35 лет составляла всего 4% среди общего числа всех членов «Союз писателей России». И когда пришло новое руководство в лице Николая Федоровича Иванова, они задумались над тем, как привлечь молодежь в свои ряды, как чтобы молодые авторы именно к патриотическому лагерю примыкали они к другим каким-то организациям. И был задуман такой большой проект, такая большая организация, как Совет молодых литераторов, которая, эта организация, то есть там в голове ее стоят люди, которые уже профессиональные литераторы, которые стоят уже в «Союз писателей России». И вот цель этой организации – это создание в различных регионах России вот таких же региональных отделений Советов молодых литераторов и объединение молодых литераторов со всей России, их продвижение уже, их развитие, и продвижение дальнейшее в серьезную литературу. И в 2017 году у нас в Ульяновске тоже мы организовали Совет молодых литераторов в Ульяновской области. То есть уже, получается, три года у нас этот Совет существует. То есть в чем вообще смысл этого Совета, зачем он нужен, то есть чтобы молодые литераторы, неопытные, которые хотят какой-то поддержки, хотят какой-то критики, чтобы они могли прийти к нам и получить как раз эту критику, получить отзывы, чтобы как-то мы их направляли, чтобы они развивались, учились. И как выход публиковались уже в каких-то изданиях. И вот три года мы уйдем в ту деятельность. То есть чем мы еще занимаемся? Мы очень много ездим в различные совещания. То есть у нас в стране проводятся довольно... Педагиды и соц. России проводились совещания, они-то были в Уфе. Самое первое совещание прошло в Ульяновске, на родине Гончарова она называлась. Это были совещания в Воронеже, в Ярославле. Уже три раза проходили всероссийские совещания в Химках, это Подмосковье. И вот как раз по итогам Химок это такое самое центральное мероприятие. И уже принимают молодых... И вот мастера, которые ведут семинары на этих совещаниях, они могут рекомендовать молодых авторов вступление в Союз писателей России. То есть есть некие правила для вступления в Союз писателей. Это нужно иметь две книги изданные и уже по этим книгам рассматривать человека. Но вот есть... Ну, конечно, молодому человеку очень тяжело издать книгу, особенно сборники прозы, какие-то крупные работы. И поэтому был разработан такой более простой способ вступления в Союз писателей России. Это рекомендация после всероссийского совещания в Химках, когда уже мастера, когда взрослые литераторы, редакторы, они видят уровень участника, они оценивают его, и вот они несут, можно сказать, за него ответственность, что действительно этот человек, он будет работать дальше. Конкурсы, они чрезвычайно важны для молодого человека, для молодого литератора. И я очень часто участвовала в конкурсах, и на первых порах это было, конечно, неудачей, никуда не приходило никаких, у меня не было наград. И вот первый такой большой конкурс, который мне удалось выиграть, это был конкурс, он совместно российско-белорусский, называется конкурс «Мост дружбы». Проводит его такая организация общественная, как союзное государство. И этот конкурс, он направлен на формирование отношений между, дружеских отношений между Россией и Белоруссией. На этом конкурсе принимают участие прозаики из России, из Белоруссии, и жюри выбирает пять лауреатов, пять лауреатов с российской стороны, пять лауреатов с белорусской стороны. И вот мне посчастливилось в этом конкурсе стать лауреатом. И это вообще был первый конкурс, повторюсь еще раз, такой серьезный конкурс, в котором я выиграла что-то. И награждение, оно происходило в Белоруссии, в Минске, в столице этого государства. Инцидент был очень торжественно, то есть происходило награждение в картинной галерее города Мескад, это одна из лучших картинных галерей на постсоветском пространстве. И там же были люди, там были министр связи Республики Белоруссии, там были белорусские писатели, там были российские журналисты, писатели, то есть самые разные люди. На очень высокого уровня тоже был конкурс, помимо, собственно, торжественной части, то есть были экскурсионные программы по Минску, и мы ездили в замок Несвиш, тоже известный замок в Белоруссии. Достаточно такая интересная поездка была, и она позволила познакомиться с новыми людьми, и с молодыми авторами, и с журналистами, с редакторами, с писателями. И, собственно, один из итогов этой поездки, это было, вообще не только поездки, это конкурс, то есть там не просто вручали какую-то награду, грамоту, там, цветы и так далее. Наверное, самым таким большим достижением это было издание сборника, сборника лауреатов конкурса, и это не просто был сборник, он был двуязычный, то есть там рассказы, которые были на русском языке, они были переведены на белорусский язык, рассказы, которые были написаны на белорусском языке, они, соответственно, были переведены на русский язык. И таким образом, вот у меня появилась первая публикация, первый перевод на, ну, может быть, на иностранный язык, на белорусский язык. То есть вот это такой самый, наверное, значительный, запоминающийся конкурс в моей жизни. Но также уже в этом году, в марте и в апреле, тоже я выиграла два конкурса, довольно серьезных. Первый конкурс, он проходит в Самаре, называется «Сестра таланта». Это конкурс короткого рассказа. Этот конкурс, он для молодежи, там совсем очень низкий порог возрастной, то есть там было до 25 лет, потом его подняли до 30 лет. Очень особенность этого конкурса, потому что там принимаются, рассказы очень маленького объема, всего лишь 5000 знаков, это чуть больше странички печатной. Это очень маленький объем, очень тяжело написать такой рассказ. И для меня это был определенный вызов, написать такой короткий объем, все свои мысли туда вложить. Это довольно сложно. И вот в этом конкурсе я поедила специальные номинации на веки в памяти. И вот в апреле тоже состоялся еще один конкурс, это всероссийский конкурс-фестиваль «Хрустальный родник». Он проходит ежегодно в Орле, но я думаю, вы понимаете, что из-за нестабильной ситуации в стране этот фестиваль был отменен, и только заочный этап конкурса проходил, когда оценивались работы. Я там заняла второе место, это очень престижный конкурс, в нем могут участвовать только молодые литераторы, не состоящие в Союзе писателей России. Для меня это был последний шанс в нем участвовать, потому что в феврале в Химках меня приняли в Союзе писателей России. И вот я очень рада, что мне удалось победить с лауреатом этого конкурса. Сейчас он довольно престижный, через него прошли очень многие молодые литераторы, которые сейчас на слуху, которых, в общем-то, многие знают. И еще одна важная премия, то есть опять же, возвращаемся мы к Первой России. Первый раз сайт конкурс, он существует очень много лет, его организовал ульяновский журналист, писатель Андрей Безденежных, но, к сожалению, он очень рано ушел из жизни. И вот это дело его продолжила его мама, Лариса Михайловна, Безденежных. Она такая подвижница, она этот конкурс организует каждый год, она ведет сайт, она очень много помогает молодым литераторам, и за что, конечно, ей и лично я, и многие тоже очень благодарны. И этот конкурс, он очень долго проходил на таких общественных началах, то есть когда буквально члены жюри покупали какие-то подарки за свой счет участникам, когда там просто, ну, это блокнотику, ручку подарить было за счастьем, каким-то молодым, совсем начинающим авторам. Ну, вот два года назад этот конкурс, он приобрел материальную поддержку со стороны Министерства культуры Ульяновской области, со стороны правительства Ульяновской области. И сейчас это уже стало премией, денежной премией, то есть там три номинации, это поэзия, проз и иной жанр, и победитель в каждой номинации вручается 30 тысяч рублей, то есть такая довольно, ну, может быть, это не очень большая сумма, но довольно значительно для молодого человека, потому что, ну, на 30 тысяч рублей можно издать какой-то небольшой сборник стихов, или можно какую-то интересную поездку совершить, после которой тоже что-то написать интересное. То есть такая тоже поддержка, она важна для молодого литератора. И как раз то в марте этого года я стала лауреатом этого, этой премии, я получила эту премию, чему, конечно же, не сказано рада, потому что это стала такая первая серьезная денежная премия в моей жизни. Да, еще я немножко упустила этот момент, не рассказала о том, что в феврале этого года я участвовала второй раз уже во Всероссийском совещании молодых литераторов в Химках. Как я уже говорила ранее, по итогам этого совещания ряд молодых литераторов их рекомендовали в Союзе Специтателей России. В результате, что меня тоже рекомендовали и вот на закрытии этого совещания на Комсомольской 13, то есть это там, где находится Союз Специтателей России, нам представитель этой организации, Николай Федорович Иванов, он вручал билеты. Билеты он вручал шестерым, то есть тем, кого приняли Совет Специтателей России. И вот я была в числе этих счастливчиков, скажем так. Но довольно большие споры ведутся, то есть зачем вообще нужен Совет Специтателей России, что он дает писателю, что он дает молодому писателю. То есть, ну, конечно, по большому счету Совет Специтателей России, он утратил ту функцию, то значение, которое было у него в советское время, конечно же, такого инструментария, таких материальных вложений у него нету. Но тем не менее, все равно, если ты в Совет Специтателей России состоишь, то это некий уровень, это некая такая для писателя такая планка, то есть ты уже знаешь, что ты, в общем, это не такое уж плохое, что ты не любитель, ты действительно можешь с него с профессиональной литературой, и уже, конечно, эту планку ты никогда не захочешь понижать, только идти дальше, вверх и развиваться. Также, что ты состоишься для России, то есть для молодых писателей проводятся различные какие-то интересные мероприятия, вот, например, в декабре прошлого года несколько молодых литераторов, они ездили на такое мероприятие интересное, это совместный российский-китайский форум в Шанхае, то есть тоже такое незабываемое мероприятие, но, к сожалению, пока мне еще не удалось в этом участии, но тем не менее ребята, которые там были, они остались очень довольны, и это было действительно познавательно и интересно для них. И еще я хотела рассказать, конечно же, более подробно о той деятельности, о той литературной жизни, которая у нас в Ульяновске происходит, потому что, опять же, я возвращаюсь к теме соцвета молодых литераторов, то есть у нас такая произошла, когда все были на карантине, на самоизоляции у нас какой-то всплеск литературной жизни произошел, скажем так, мы пересгрузили немножко литературную студию при Совете молодых литераторов, представителях России, эта литературная студия называется ЛИК, и в марте, и в апреле, в мае мы занимались удаленно, то есть мы занимались по Зуму, но вот уже в июне мы начали встречаться, проводить заседания уже в реальном времени уже в библиотеке в нашей ДРЦ-книге, то есть что такое литературная студия, литературная студия ЛИК, которая у нас организована, то есть туда приходят молодые литераторы, чтобы получить какую-то критику на свои произведения, какие-то советы, то есть мы собираемся два раза в месяц, по субботам, как правило, мы обсуждаем одну подборку стихов, и один рассказ или небольшую повесть. То есть все участники по кругу высказываются, какие-то дают советы молодому автору и там уже доступно это его дело принимать эту критику, не принимать эту критику, как к этому относиться. Это все зависит от самого автора. И так же у нас еще есть две интересные формы работы. Первая форма работы называется «Домашка по литре». То есть мы берем каких-то молодых авторов со всей России, которые уже напечатаны в журналах литературных. И мы читаем вот их подборки стихов, их рассказы и обсуждаем, то есть для чего вообще нужно это домашнее задание, для чего нужно это упражнение, для того, чтобы у молодого автора сформировалось критическое мышление, чтобы он мог понимать, то есть какие-то слабые места у автора, какие-то сильные места автора, чтобы он мог сам для себя ответить на вопрос, почему этого автора его публикуют, его печатают, а почему меня не печатают, к примеру. А также эта форма работы позволяет расширить кругозор, познакомиться с самыми разными авторами, которые пишут и в жанре реализма, и в жанре магического реализма, в жанре фантастики и так далее. То есть самые-самые разные поэтические школы мы рассматривали. И второй тоже момент важный, вторая форма работы называется на челлендже, то есть это задаются авторам какие-то конкретные темы, и по этим конкретным темам нужно написать либо стихи, либо рассказы, либо миниатюры, какие-то небольшие произведения. Вот по заданной теме как итог, то есть эти произведения, они не уходят никуда, в пустоту, которую у нас пишут молодые авторы, мы планируем эти произведения, самые лучшие произведения, публиковать в ближайших номерах журнала «Симбирск». Я думаю, что у нас это получится. Также, то есть мы планируем нашему молодых литератору задействовать в различных мероприятиях, мы планируем и «Ночь литературы», такое крупное мероприятие, и планируем уже, наверное, в следующем году «Лето молодых» тоже совещание молодых литераторов и переводчиков. Я думаю, что работа интересная, если кому-то, кто-то хочет к нам приходить, кто-то хочет учиться, развиваться, то, пожалуйста, наши дверцы открыты, приходите, ищите. У нас есть две группы в социальных сетях ВКонтакте «Молодая литератор Ульяновской области» и в Инстаграме тоже «Молодая литератор Ульяновской области». Мы ведем также активную работу в соцсетях. У нас есть такие интересные рубрики, как «СМЛ-образование», где мы даем какие-то небольшие теоретические, какую-нибудь небольшую теоретическую информацию, то есть это для поэтов, для прозаиков, там она различная эта информация, все равно, чтобы человек как-то напитывался и теорией тоже, не только занимался творчеством, а какую-то теоретическую подпорку, теоретическая подпорка тоже у него была. Также мы в соцсетях знакомим людей с нашими молодыми авторами, у нас есть такой раздел знакомств с молодыми и так далее, то есть это можно посмотреть, тоже много интересных вещей у нас есть. Дорогие друзья, спасибо за внимание, я желаю вам всем здоровья, вдохновения, читайте побольше хороших книг и будьте счастливы. Спасибо. Благодарим за участие в нашей программе Алину Осокину. Творчество молодого прозаика заслуживает внимания, ощущается ее бережное, серьезное отношение к слову, нравственная основа, а еще, конечно, одаренность. Мы надеемся, что на страницах журнала Симбирск мы продолжим знакомить вас с творчеством молодых литераторов, а Алине Осокиной желаем творческих успехов, добра и радости. Всего вам самого доброго, дорогие наши слушатели. КОНЕЦ